МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ. И я ведущий Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы, бывший руководитель областного самарского департамента физкультуры и спорта Владимир Заворин. 18 лет проработал он в этом здании. Раньше здесь был департамент физкультуры и спорта, а сейчас Министерство спорта. И вот после того, как 12 лет назад Владимир Алексеевич покинул это здание, мы вновь его решили пригласить в свой родной кабинет. Владимир Заворин. Мастер спорта СССР по академической гребле. Заслуженный работник физической культуры России. Судья республиканской категории. Родился 29 июня 1946 года в Куйбышеве. В 1969 году закончила Куйбышевский политехнический институт. Трудовую деятельность начал энергетиком Куйбышевского завода имени Фрунзе. Затем работала энергетиком вычислительного центра Куйбышевского завода Масленникова, заместителем секретаря парткома завода, инструктором Куйбышевского обкома КПСС. С 1988 года по 2005 год. Руководитель областного спорткомитета и департамента спорта администрации Самарской области. Член исполкома Олимпийского комитета России. Член всероссийского штаба олимпийской подготовки сборных команд России с 1998 по 2005 год. За время его руководства департаментом спорта Самарская область постоянно входила в пятерку ведущих спортивных регионов страны. Ежегодно делегировала в составы сборных команд Российской Федерации более 150 спортсменов на мировые, европейские и российские соревнования. По результатам Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, 1996 года в Атландии, 2000 года в Сиднее, Самарская область среди регионов России входила в тройку лучших. Награжден медалями-орденами за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Отличник физической культуры Российской Федерации. Кавалер знаков отличия за заслуги в развитии физической культуры. За развитие Олимпийского движения. За заслуги перед Самарской областью. Хобби – охота рыбалка. Слава Алексеевич, рад вас видеть. В добром здравии. И предлагаю вам все-таки вспомнить молодость и посетить свои родные пенаты. С удовольствием, Сергей. Пошли? Да. Пошли. 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 спортсменов ваше не хватает в принципе ничего не поменялось и стулья стулья это мне из театрального реквизита пришлось достать и они до сих пор живы они из дуба и выглядят солидный до сих пор живы стульям лет двадцать двадцать пять уже очень устойчиво нет и пальмочка вот я смотрю пальмочка здесь и наверно пальме тоже много тоже лет да ну да света любила разводить цветы у нее всегда здесь были ну вот всегда вот меня поражало вот вашей приемной то что всегда народ всегда можно было войти вы были доступным руководителем для всех и не было такого томительного ожидания там по два часа чтобы можно было зайти какой-то решить вопрос очень мне нравился вот этот демократичный вас сергей я работе я понимаю старался так что и всегда говорил своим подчиненным что мы для них они они для нас и поэтому и они так работали я старался человек пришел и своя работа ему надо помочь что-то разъяснить там или по делам там что-то посоветовать поэтому заходили знакомые сюда вы попали в каком году 88 марте марте 88 года и проработали 17 лет до 2005 года вот когда отсюда уходили вот честно ну чё честно то что было все плакали у меня слезы были на глазах было очень жалко но ну вот лидия анатольевна в то время когда вы уходили она работала еще всем очень простым инструктором по-моему а теперь уже замминистра может представить растут кадры она и возглавляла спортивную организацию россии но естественно чьи же это очень хорошо что сохраняется какая-то преемственность владимир алексеевич заворин мы при нем начинали тренироваться как спортсмены выезжать на какие-то соревнования потом заканчивали вузы приходили в наш спортивной организации возглавляли общественной организации с его легкой руки тогда на тот момент на потом вырастали за очень спортивную школу теперь уже школа скажем заворина она вот у нас сохранилась хорошо мне очень приятно ну я предлагаю зайти в школу в школу заворина в кабинет и посмотреть что там изменилось если можно если да вы как хозяйка пожалуйста да ну ничего не изменилось да кабинет остался прежним мне кажется даже награды которые тут стоят они стоят еще со времен владимир алексей да я это все завоевано областью все осталось вообще откровенно говоря я вижу первые кабинет руководителя вот обычно обычно когда меняется руководитель то куда-то исчезает весь хрусток стоял здесь не было бы здесь хоть какие-то кубки еще сохранить было два личных кубка которые я забрал они гравированы на мою фамилию и вручались лично лично мне да остальное все осталось не я думаю что у владимир достаточно собственных наград они да наверное и свои дом то с другом помещаются поэтому а все что завоевано спортсменами она тут стоит как в том числе и вклад заворина это история история спорта ну вот спустя 12 лет мы вновь в кабинете председателя областного спорткомитета тропы простому по народному а уходили в из должности как руководитель департамента то есть это уже новая как бы структура была а потом уже после вас и появилось министерство спорта вот какие чувства вы испытывали тогда когда вот из этого кабинета собрав вещички вы уходили на пенсию ну большой потери потому что меняется все по сути дела вы же не ушли раньше 60 лет на год раньше да закончился контракт у меня вот и закончился контракт и изменилась структура опять вернули сделали спорт отдельным потому что была сделана глупость когда объединили культуру с физкультурой да говорили культура физкультура и дела молодежи а тут и так далее это было надумано но это был политический ход константин алексеевич титов это признал вот объединение она конечно хорошего ничего не принесло и вернули министерство и тогда закончился контракт и тогда созрел такое решение выйти на пенсию закон позволял мне за год досрочно уйти и тогда было такое желание омолаживать кадры везде не только у нас ставить олимпийских чемпионов не да да такая была тенденция но она провалилась к сожалению дело в том что каждый должен заниматься своими делами чемпионы выступать чиновники работать организовывать всему надо учиться вообще чем спортивным чиновникам хорошим надо просто родиться говорят так вообще хорошим чиновникам хорошим учителям хорошим врачом надо родить поэтому если выбрал надо делать свое дело с любовью и так далее ну и конечно сожалеть о том что подошел возраст и ты уходишь от того дела которым я 17 лет прозанимался ну я как-то спокойно к этому отнесся получил но в душе кошки скребли наверно но ну потому что быть все время вот ну естественно да в гуще событий быть на виду у меня даже телефон все время ставил на тумбочке по духам потому что мы могли быть звонки и ночью какая-то команда прилетает звонит дежурный по и по городу или по области что делать с командой и так далее были очень много спортсменов с победами восклицаниями мы победили и так далее то есть жизнь была такая насыщенная но интересная а какую-то альтернативу вам предлагали например ну возглавить например там я не знаю нет я я бы даже отдельную структуру вот как олимпийский комитет там самар но это нет это это общественная должность у нас сейчас есть а раньше представляли вы да я руководитель департамента и да дело в том что исполком олимпийского комитета состоял из руководителей регионов которые приносят медали и президента федерации порядка 100 человек в исполкоме мне на мое счастье удалось 8 лет проработать в исполкоме олимпийского комитета и быть в штабе олимпийской подготовки самое золотое время тогда у нас появилось только олимпийцев когда не было никогда девяносто восьмой года по двух тысяч пятый девяносто шестого с атланты наверно по двух с девяносто восьмого я с чем мы с полкома а атланта кстати мы с вами сергей но это вот я вспоминаю всегда тоже какая-то ностальгия в единой командой были чиновники журналисты депутаты вот ездили мы по олимпийским играм поддерживали наших самарских спортсменов это было так приятно и они мне кажется чувствовали вот в том что они нужны интерес к себе они чувствовали что вот на чужбине есть люди там отряд маленький не было честный который болеет за них а вот сейчас и успехов то больших нет прямо скажем но может быть вот появляются ну по одному олимпийскому чемпиону каждый олимпийский цикл но тогда-то их было вагон и маленькой тележкой все усилия и нас как департамента спорта и федерации российских с которым мы нашли контакт вносили свои средства цска ввс решал очень многие задачи и когда проблему спортсмена и тренера нет то достигаются результаты вот скажите в начале 90 годов когда мы стали прогрессировать в олимпийском движении появились вот у нас олимпийские призеры чемпионы мы доедали советский пирог той большой огромной работы что была в советском союзе или это благодаря тому что развалился союз и нам крупно повезло к нам прилетели военные летчики цска ввс из ламаты и которые стали большим подспорьем фундаментом вот в развитии большого спорта в губернии сергей ты затронул очень большой глубокий вопрос я хочу чуть еще дальше вернуться ближе к советскому союзу когда я пришел восемьдесят восьмом году был назначен руководителем комитета облспорткомитета это была номенклатура цк кпсс значит я прошел собеседование в госком спорте россии в госком спорте ссср и в цк кпсс и только после этого меня допустили голосование на сессии вот как относилась государства ссср к руководителям спорта то есть отбор был тщательный конечно и просто масля спорта по академическим гребле но это даже не обязательно самое главное чтобы человек прошел школу школу партнер советского партнер советской хозяйстве хозяйстве но финансово меняли и учили и существовал очень хорошая система существовали профсоюзные общества и они имели достаточные средства и очень многие занятия всем он и я начинал когда заниматься спортом все было бесплатно все то есть коньки тебе надо приходить на те дают коньки дают гамаши дают куртку все пожалуйста там лыжи а вот сердце сейчас не щемит о том что ведешь внука спортивную секцию и давай и дед нет сейчас рассчитывай рассчитывать сейчас он уходит в кружок ему купили только ракетку мячики чтобы он набивал вот затраты минимальные не ну да а сейчас а если он пойдет в секцию или допустим индивидуальные занятия то за это надо платить так вот я хочу сказать эти общества здесь проводили большую оздоровительную работу допустим общество спартак чем она занималась это были учителя это были работники торговли и работники нашего многострадального коммунального хозяйства и мало того спортивное общество имели свои учебно-спортивное дело которые занимались большим спортом то есть я вот начинал в спартаке было усом и так занимались и стал мастером спорта в спартаке за кузов на счет за кузов на счет экипировать настали когда мы стали показывать результаты дали нам инвентарь уже хороший восьмерку краснодеревую тогда получили а вот здесь у нас есть вот фотография на вот фотография если можно расскажите вот вы же мастер спорта по академической игре я так понимаю да вот это большая 18 метров 18 метров лодка 4 метра весло каждый грибок приблизительно 250 килограмм то есть крепкие ребята должны быть да да потому что в гребле в академической руки и спина только завершает грибок а работают ноги то есть ты зацепился за воду начинается захватывать называется закончил руки заканчивают спина заканчивает а двигаются ноги есть баночка снять по-английски и ты где-то полметра проделываешь на этой баночке поэтому идет мощность спина ножны работают мышцы все очень но я так понимаю здесь еще чувствовать синхронности должны это очень важно до мышечного чувства то есть чтобы добиться успехов восьмерки и чтобы она это а это двойка с рулевым это в мингичауре на сборах уже мы получили самое готовились стать мастерами проходили подготовку за сезон накатывали от трех тысяч до пяти тысяч километров но при этом вы вы это было студенческий студенческий года учились в плите политехи да в курсе был членом бюрок комсомола ответственным за спор карьеру начинал вообще конечно должны быть в буревестнике конечно они спартаке не в буревестнике не было академически не было да было только спартаке и в обществе труд но вот на этой фотографии здесь конечно вы выглядите просто прямо скажем удивительно ну наверно всему знову везда кучерявая стройные симпатичные лет до на природе все сборы всегда на свежем воздухе воду из родника тогда не было каких-то охлажденных сходишь до родника кока-колы и пепси-колы попьешь пришел опять пить хочется поэтому жили на пароходах условия были такие ну вот вы откровенно говоря когда в лодке-то гребли вы предполагали что станете председателем областного спорткомитета даже мысли не было а какие вы себе вот ну предполагали я инженер электрик по начальному образованию свои закончил политехнический институт электротехнический факультет и назовут фрунзе энергетиком литейного цеха но сначала не энергетиком сменным инженером поработал наверно год год и меня назначили энергетиком цеха литейный цех но уже гребли вы уже не занимался да я скажу сергей был в общем такой жесткий режим работаю начинал 7 часов начала работы ходили автобусы экспресса в 5 утра вставал ехал на работу в 4 без 24 заканчивался рабочий день я приезжал этим же автобусом экспрессом поспал и на тренировку а в 5 утра опять надо вставать опять литейный цех где в термичке температура около печей до 60 градусов работал с людьми которые самоотверженно работают нет ностальгия по тем временам когда крупные заводские коллективы они шли в авангарде всего все кадры все кадры и партийные советские все формировались на заводах все проходили школу вот эту напряженную работу чё греха то есть все оборонные заводы была жесткая дисциплина план был прежде всего качество и так далее вот сейчас много обращается прежних коллег по работе бывших спортсменов друзей знакомых за советом за помощью не забывает вас даже вы не чувствуете себя отшельником нет нет даже на дачном да в загородном контент даже скажу больше сергей я вот прошлый год отпраздновал 70-летие я никого не приглашал вот жил на даче все знают что я живу на даче и кто пришел к тебе пришли и пришло очень много людей очень много людей я был рад полова хватило хватило никита готовил у меня он хорош повар до до жарил шашлык и готовил плов все первую яичницу он не где-то лет в десять приготовил мы с ним были в спортивном лагере отдыхали кто сегодня продолжает вашу спортивную династию но вот два внука рядом это да они младшие ему 7 лет старший никита ему 22 года вот продолжает дираж грибцы тоже грибцы нет нет никита работает администратором в спорткомплексе орбита а да они ходят спортивный лицей и занимается настольным теннисом а все мечтают между прочим стать великими футболистами вот и играть в команде крыльев советов вот так тут тебе нравится вот тренер говорит хвалит его за за прилежание а самое главное чтоб человеку хотелось мы свое время когда начинали серёж в советские времена перепробовали все виды спорта вот никита теннисом занимался лет 6 до большим не 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 как успехи были ну играл на таком любительском уровне вот ну не 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 затянуло его но я думаю он еще себя найдет он но это помогает вообще в жизни вот вот спортивная закалка будет спортивный администратор вот защитил получил 2 высшее образование вчера защитил диплом так что спортивный менеджер может работать и в команде поздравляем и надеемся что ну теперь-то уже такие горизонты открываются да не станешь станешь со временем таким же спортивным руководителем как дед я рад что они выбрали спортивную отрасль это очень гуманная профессия а можно сказать что они пошли по стопам деда ну пока не могу вот никита станет мастером станет мастером спорта никита уже вряд ли ада не станет скал я стану нет но у них это теперь как бы как спортивный организатор это тоже очень нужная профессия а вот кстати а вот как стать директором дворца какого-то крупного спортивного как стать руководителем департамента что для этого нужно но это вот эти качества какие знания ну во первых должно тебе нравиться или вы их по блату устроить или вы их по блату устроить да нет зачем не по блату когда человек без желания устраивается он только вредит они работают когда работает желанием я вот сейчас знаю что никите нравится его его работа он работает с людьми помогает организовывать тренировки очень много работает ведь 6 утра до часа но ему нравится серьезные вообще-то ему нравится нагрузка серьезное напряжение и отходишь курс моего молодого бойца это и безопасность и это и безопасность обеспечивает чтобы на тренировках когда видят что-то и наблюдает помогает тренером проводить соревнования он носит с собой коньки если надо ставить на коньки так что никита расскажи а вообще вот народ помнит еще владимир сеевича спортивный народ и как вот интересно вот они вспоминают о деде все положительно всегда всегда деда привется передают поэтому все тренера то есть кто если говорю что заворинский внук то есть они обязательно вспоминают тебе приятно да конечно алексей я думаю что вы растут отличные внуки вот я думаю что они будут твоим большим подспорьем дальше ну конечно кто же надежда и опора а вот на пенсии самая главная почетная обязанность это работа с то есть по хозяйству да хозяйству небольшие грядки свои овощи свои ягодки грибы собираем о чем ты мечтаешь какими внуки должны быть заворинские внуки да и самое главное чтобы они были нужны людям чтобы они что-то сделали в своей жизни я вот горжусь что я что-то сделал этой жизни а вот какие черточки характера как ты считаешь вот лично твои вот ты проглядывается вот в характере я их стараю если за что-то взялся надо довести до конца никит можно так сказать что вот в вашей семье вот путеводителем по жизни это вот дед можно конечно можно и он действительно главный в семье и все вот ориентируется вот как скажет дед так и будет так и происходят все эти года поэтому вы правильно говорить абсолютно никит вот чтобы ты пожелал вот деду каким быть ему в старости чтобы тебе не было обидно чтобы вот не говорили а это старик чтобы ты хотел чтобы каким должен оставаться дед вот дальше по жизни очень хорошо а ты спортивным давайте вернемся вот к тому как мы с вами в девяносто шестом году большой делегации поехали в олимпийскую атланту и там ее заслужили сергей да дело в том что в девяносто втором году я хочу поблагодарить юрия пресекина и цска тогда был организован центр плавания я хочу сказать спасибо из бассейна сделали конфету пловцы готовились на это спасибо стена надо да министра устину который мы задали во время приезда здесь вопрос что неплохо бы сделать сделали гостиницу центр это был один из лучших центров люди просто попали в то обстановку где они могут показывать ну и плюс и плюс конечно здесь плодотворно сработали и в боксе и в девяносто шестом и в гимнастике девяносто втором году еще центр сработал петров марат гоняев бронзовый привет мы тогда 10 медалей завоевали конечно львиную долю а это не таня садовская бронзовый призер но вот чем вы стимулировали тренеров вот чем вы стимулировали спортсменов что вот у нас ну вот такое количество олимпийских тренера подготовить участника олимпийских игр это первое это олимпийский чемпионат пожизненное это понятно я имею ввиду вот что здесь вот такого вот особенного мы предложили тренерам и спортсменам чтобы вот они здесь не уезжали в другие регионы а приезжали наоборот к нам и здесь установили предложили такие условия какие сейчас казань тащит у нас спортсменов забирает и синхронистки перешли в татарию и грибцы академисты в восьмерку забрали двух чемпионов россии у нас и так далее так у нас если взять по всем видам спорта то просто нашу область растаскивают просто и тренеров и спортсменов и мы даже порой не успеваем заменять вот этих людей мы не успеваем в растить новых чемпионов скажем так нет это это растить чемпион очень сложно я вернусь немножко назад если раньше ведь те условия которые тебе создает жизни и те обстоятельства которые вокруг тебя та социальная сфера в которой живешь я начинал восемьдесят восьмом году во времена ссср когда работали вот спорт клубы как я сказал мы организовали физкультуру в детских садах я получал деньги спорт лото кстати были очень хорошие реконструирован был стадион динамо нескольких спортзалов спорт училища и я выделил деньги там разрешалось на ставки учителей для детских садов народного образования народного образования не были ставок учителей и закрепили спортивные школы тренеров да вот и эти ребята потом с отдачи пришли они зацепились спорте стали идти дальше спортивные школы на 102 школы было спортивных предприятия заинтересован иметь здорового работника и задача спорт школ которые у нас были было просто сделать человека чтобы он любил спорт занимался то есть вы хотите сказать что ваша задача как руководителя как бы что областного штаба спорта организация помощи правильное управление процессом или все-таки вы надеялись больше на какие-то свежие идеи на какие-то вот свежие мысли на свежие какие-то нововведения вот сергей хочу сказать была система дело в том что я пришел не на пустое место мой предшественник александр подлеснов там валентин митрофанович акулов они сделали свое дело дело в том что они завоевывали вот в массовом спорте в таком спартаки адах и так далее трудящихся они показывали результаты фундамент был фундамент был фундамент был это первое допустим советском районе были спартаки ада детских садов проводили в новокуберске в бассейне все дети плавали возили да каждой новокуберске на каждый район были очень хорошие специалисты за что я благодарен на местах которые проводили очень хорошую большую работу то есть вам повезло вы оказались просто в нужном месте дело в том что надо использовать его вовремя в свое время нет время менялось и там сказать повезло не повезло просто при измене условий надо менять систему вот допустим закончился закончился век спортклубов да допустим я пришел 888 году бюджет был миллион по тем деньгам а бюджет спортклуба автоваза был 10 миллионов по тем ну вы понимаете тогда и конечно это была опора для вас да конечно без этого как нельзя поклониться перед руководителем ваза не сделала за сергей вычисто да хотя до стала чемпионом потом горбольную ладу да но сначала это и стала чемпионом европы клубным то есть пришел большой хоккей народ завелся тольятти стал хоккейным городом там и так далее то есть этим людям тоже надо поклониться и вот главная задача была департамент объединить усилия и когда сменились обстоятельства ушли спортклубы все здесь там можно сказать повезло что спорт спортклуб цска ввс остался у нас и мы нашли с руководством общей точки соприкосновения с руководством с военным с ведомством и это помогло и закрепиться и специалистам здесь хорошим приехала приехала готовая команда я ездил звезда андижам у нас появилась команда хоккей на траве и мужская и женская то есть был всплеск командного спорта 27 команд только высших и супер я команды высшей лиги было самара рубились и цска ввс рубились и не на смерти это 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 в хоккее да это в хоккее и в баскетболе в баскетболе потом у нас был женский футбол сначала цска ввс пятикратным чемпионом потом лада тольятинская команд высшей лиги труд играл хоккей с новокуберске большое хозяйство да и школа была большая в новокуберске волейбольная команда октан поддержали свое время и тархов и михельсон оказывали содействие команду как вы кстати относите к тому что волейбольная нового вот сейчас из новокуберск возвращается сама но свое время и самары люди перешли в новокуберск дело в том что разные времена и разные условия в которых ты работаешь и условия финансирования условия решения жилья цска ввс как помог цска ввс решал с жильем они много строили цска ввс решал со званием и зарплаты мы решали оплачивали подготовку объединяли усилия федерации с которой мы заключили договора экипировали спортсменов тоже давали дополнительные сборы то есть эта система работала у нас был свой штаб который я возглавлял все федерации здесь были руководители городов где появлялись люди почему утки на ездили в атланты потому что они командировали очень много людей стали я была практически сборная самары то есть сам мэр тольятти мэр тольятти ехал смотрел нам же квоту выделили во что вкладывается да олимпийский комитет вы выделил квоту мы в составе официальной делегации были нам оплачивали размещение ну а путевки мы покупали там за свой счет или организации кому-то оплачивали а потом я хочу сказать там вот мне не удалось в качестве спортсмена попасть на олимпийские игры но как организатор я попал я теперь знаю что такое олимпийские игры я был на четырех летних олимпийских я знаю как идет подготовка как идет выступление на этих играх как люди выступают что надо делать а вот сейчас вы могли бы дать какие-то ценные советы оргкомитету по проведению чемпионата мира по футболу 2018 года у нас на самарской земле к вам обращались вот но но я сейчас даю советы помогаю дочери она работает подготовки занимается работой с болельщиками я оказываю помощи так сказать когда она обращается то есть ваш ума обостребован конечно но сергей ты знаешь знаменитый наш коба губернатор когда дворец легкой атлетики был сделан под кинотеатр и там по теннисный корт а легкая атлетика и продавали шубы да и рядом с беговыми дорожками нам удалось с помощью хитрого маневра это вернуть мы знаем что константин алексеевич был чемпионом области у вас кстати вот здесь вот семейный альбом я смотрю это массивный альбом даже с веслом мои коллеги по спорту здесь по моему даже есть кубы губернатора есть есть вот коржаков гости вот константин алексеевич вот я вот талисман и мы из сарая сделали конфетку он к сожалению стало ведомственным и ремонтировать его нельзя было но мы нашли выход дело в том что мы платим за аренду там школа занимается нашу школу высшего мастерства и мы тогда заплатили деньги за аренду авансом они отремонтировали дворец и все все были рады дворец из сарая превратили шариками украсили и джонатан эдвард до сих пор не побит его рекорд для закрытых помещений до установлены у нас во время кубка губернатора привозили школьников у нас 5000 занималась самые лучшие однодневные однодневные в европе в европе и в европе и всегда вот европейские соревнования лучший результат показали самара там такой это было приятно да а самое главное сергей мы решили задачу 5000 занималась легкой атлетикой детей стало заниматься 10 тысяч появилась одна фамилица губернатора тоже в прыжках но не в длину а высоту титова и так далее так далее тренеры заработали получили пусть старого покрою но полноценный манеж где можно на короткие бежать дистанции спринт да ходьба там это и прыжковые все дисциплины это была такая яркая эффектная красивая точка вашей биографии руководителя областного штаба я рад что вот эта идея прижилась мы ее раскрутили с легкоатлетами там вова дмитриев коля пензин николай пензин вот все легкоатлеты наши знаменитые объединились я думаю что можно часами вот вспоминать и рассказывать об этом то есть это это был толчок для легкой атлетики вот конечно сейчас нужен манеж там и все остальное но я я хочу сказать и там сергей ты задал вопрос дать какой-то совет дело в том что какие сейчас обстоятельства то есть какие возможности но я хочу сказать произошли коренные изменения по поводу спортсорожений у нас сейчас достаточное количество катков наш дворец это он уже его жалко не со слезами но он на это произведение 50-х годов его нужно ломать да сейчас новое появились спорткомплекс орбита в южном городе появились катки и катки загружены вот и плюс и плюс я добавлю лавирус появилась новая система управления большим спортом олимпийским спортом олимпийским движением это появился центр спортивной подготовки который взял на себя вот содержание но это правильно лучше лучших спортсменов эту идею я начинал и они неправильно сделали дело в том что и зарплат тренеров уйти от единой тарифной ставки то есть условно и финн управление наше областное министерство финансов поддержала вот тренер вырастил сборной 30 тысяч основа оклада остальное за результаты спортсмен и тренер обязательно стал выполнил чемпионом европы там призером европы премии и мы тогда решили и губернатор меня поддержал вы начали с мало спортсмены стали получать деньги то есть эта идея в итоге реализовалась то есть ваша идея она как бы копилась копилась она реализовалась вы считаете себя членом команды заворина до сих пор однозначно я выросла при заворине выросла как специалист выросла как руководитель получила определенный опыт и вот учитывая да что владимир алексеевич это вот повторюсь он столб скажем до самарского спорт человек при котором мы наверное достигли самых максимальных результатов как регион до в олимпийском движении человек которую признала тогда вся советская до спортивная общественность российская но учитывая его награды конечно я человек который вырос в спорте значит я человек эпохи заворина вот можно сказать что владимир алексеевич в свое время был эталоном советского российского спортивного руководителя мне тогда было сложно сравнивать я могу сравнить сейчас да с высоты уже прожитых лет да наверное он был эталоном это был человек который имел соответствующее образование человек который имел собственный достаточно высокий уровень спортсмена да он прекрасно понимал нужды человек который умел общаться со спортивной общественностью и человек для которой который был для этой общественности определенным авторитетом очень незначимым человек который немаловажную роль сыграл в олимпийском движении да тогда советском мне кажется некоторые вещи которые мы утеряли вместе советским спортом вместе его руководителями да ну сейчас наверное вернуть уже невозможно но было бы неплохо вот вы сейчас сидите в кабинете бывшего экс-руководителя департамента ощущаете атмосферу что это действительно был спортивный штаб губернии но если вы обратили внимание когда заходишь кабинет все кубки все награды с тех период с того периода что остались новые где-то что-то приросли поэтому дух такого спортсменов победителей он есть в этом кабинете он всегда был он и остается до сих пор вот у каждого руководителя спорта есть какая-то своя отличительная черта вот есть на ваш взгляд она у владимир заводина была конечно она она и есть и на сегодняшний день остается потому что несмотря на то что руководитель давно является не руководителем а пенсионером тем не менее мы всегда и в газетах читаем его выступления и на какие-то комментарии то что касается спортивной тематики поэтому да конечно вот чем интересен ваш спортивный альбом здесь вот за каждой фотографией целая история но к сожалению конечно мы можем говорить часами наверное вспоминать естественно вспоминать былое и все-таки мне хочется чтобы вы еще раз вспомнили а что вам вот я думаю что анализирую прошедшее что вам не удалось вот сделать будучи руководителем вот есть за что что-то что до сих пор вот чем из сердца конечно есть дело в том что я не смог решить кадровую проблему подготовки к сожалению никто не отменял есть аксиома что спорт делает что тренер кадры наличие системы и третье наличие условий то есть спортзал там формы так далее так вот ключевая здесь фигура это тренер и к сожалению наши тренеры сейчас уже возрастные очень мало молодежи когда-то олег судаков считался молодым тренером перспективным а восемнадцатого будет 50 и я планирую приехать его поздравить вот 50 лет должны приходить это нашему метро фигурного катания добавим самара тольяттинскому я вот так назвал живет то наверное в дороге я могу сказать что вера константиновна бог уж молодец она вовремя использовала тольятти и так далее со льдом была проблема конечно сейчас ее нет и вот сейчас я хочу сказать эта проблема сдвинулась с места вот я уже говорил звучало у нас внук вот защитил второй диплом спортивного менеджера и люди с высшим образованием могут прийти переучиться такая работа началась идет потому что строится новые спортсооружения нужны новые директора вот это к сожалению мне не удалось но без меня все-таки эту идею добили решили я благодарен потому что но без тренера никуда ждете чемпионат мира по футболу в самаре конечно это будет большой праздник конечно будет тяжелое лето с дорогами все но это будет переворот самара станет еще моложе получит столько спортивных сооружений столько хороших социальных вопросов решаются и аэропорты электрички и это самое дороги великолепно я думаю нам надо немножко потерпеть это будет грандиозный праздник очень многие люди обращаются просят билетик я говорю в интернет все там скажем а сами пойдете на футбол ну конечно тем более с внуками с внуками обязательно ну что что спасибо большое за обстоятельный разговор за то что нашли время вспомнить было и а оказывается наша история не такая уж и плоха да и есть чем гордиться тем более сергей я не мог тебе отказать мы с тобой познакомились когда я еще не был руководителем спорта но это уже отдельная история играли в одной группе здоровья и так далее это это начал ты жесткой статьи против меня но это уже отдельная история отдельная история будем еще вспоминать будем еще встречаться и еще раз здоровья надеемся что наша программа еще вернется к тому чтобы мы поговорили об истоках героях о звездах нашего губернского спорта ну вот и все на сегодня мы прощаемся с вами до встречи